Книга «Открытым оком», 14-й том. Тема «Монашество». Вопрос, 2856. Где предел послушания своему наставнику и полагался ли он в уставах монастырских? И как можно к такому беспрекословному послушанию приготовиться, чтобы не отклониться от заповеди о любви к ближнему? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Подчиняться как Богу. А Бог требовал от Авраама пожертвовать сына своего Исаака ему и принести его в жертву. Вот по этой тропе и пошли почти полторы тысячи лет монахи. Отечник Игнатия Бринчанинова. Страница 476. Повесть 127. Кавычки открыты. Некоторый мирянин, имевший трех сынов, отрекся от мира и пришел в монастырь, оставив сыновей в городе. Через три года вернулся в город, чтобы сыновей привезти в монастырь. Пришедший в город, он узнал, что двое из сыновей его уже умерли. Остался один. Взяв его с собой, он возвратился в монастырь. Авва нашел в монастыре. Он был в хлебне. Авва, увидев его и взяв приведенного им сына, обнял его. Потом сказал отцу. «Любишь ли его?» Отец сказал. «Да». Авва опять сказал ему. «Очень любишь его?» «Да», — отвечал отец. Тогда сказал Авва. «Итак, если любишь его, то возьми и кинь его в печь». Печь была полна огня. Отец, взяв сына, бросил его в пылающую печь, и печь тотчас наполнилась вместо огня прохладную росою. Троеточие. Страница 488. Брат начал обещать такое беспредельное послушание во всем, что соглашался идти в огонь, если Авва прикажет, то ему. Услышав такие обещания, Авва не остановился испытать его и приказал ему войти в огромную печь, которую тогда топили, приготовляя для печенья хлебов. Брат, нисколько не отлагая исполнение повеленного и нисколько не рассуждая, вскочил в середину пламени. «Пламень немедленно побежден был в столь дерзновенную веру». Кавычки закрыты. Конечно, у них огонь всегда угасал, как у отроков в Вавилонской печи. А было ли так в действительности или брошенные сгорали, это уже за кадром, ибо писавший эти истории тоже был ревностным монахом и имел своего цензора монаха, и печатали монахи, и сохранили эти перлы, монахи же. Перепечатывается это по благословению монаха Ридигера и продаются для подражания. «Разжигайте же печь!» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Исайя, 8 глава, 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Нерасторопность многих подвела, где промедление всегда смертоподобно. Спасение ради пусть не спит, Пилат, Синод Синедрион трудится рад до пота. Все торопились кончить поскорей. Мир ждал ту кровь, без коей нет спасения. Избавиться спешили от скорбей, спешили к ожидаемому всеми. И мертвецам не терпится восстать, Трепещут, как невесты предлюбимым. Встречайте подданные своего Христа, Чьи длани сами же грехом к Христу прибили. Не проморгайте, люди и людишки, Не продремите важный поворот. Спешите, кончилось предсмертное затишье, Улыбкой радости преобразится рот. Не все достигнут финиш, кто бегут, К дистанции, с дистанции Ристалища в Терновнике застрянут. Как много на ногах житейских пут, Семья, монашество, забот житейских ямы. Чуть припоздал, всего лишь на часок. Ковчег отплыл, и рельсы отгудели. Выходит, зря свой капитал прожег, И ноги опоздал спустить с постели. С поспешностью других предвосхитить, Быть первым в добродетели непросто. Душа важнейшая, а не какой-то винтик, Не дай в бездействии ей зарасти в коростах. У благовестников прекрасны чудо-ноги, Спешащие к незнающим, слепым, Им возвестить о сущем и егове боги. Не зря три слова я в одно слепил. Старенье смерть нас подгоняет грозно, Не за трапезой время растронжирить, Спешить, бежать пока еще не поздно. Никто не устоит на старом жире. 4 ноября 2005 год. Игнатий Латкин.